Приветствую дорогие друзья! Сегодня поговорим о мотоциклах ИШ. Послевоенную историю ижевских мотоциклов мы с вами знаем достаточно хорошо. Многие модели надолго становились настоящими легендами целых поколений. А вот что из себя представляли мотоциклы ИШ до Великой Отечественной? Сегодня решил намного подробнее осветить данную тему. Начнем с самого начала. В 1928 году на ИШ-стальзаводе инженером Петром Мажаровым были созданы чертежи первых ижей. Так появилось целое семейство транспортных средств. В 1929 году по данным чертежам собрали первые прототипы советских мотоциклов ИШ. Ходовые версии техники получили названия ИШ-1, ИШ-2, ИШ-3, ИШ-4 и ИШ-5. Это были различные по мощности и конструкции мотоциклы. Но в серию ни один из них так и не попал. Хотя мотоциклы были собраны и прошли испытания в реальных условиях суровых дорог. ИШ-1 и ИШ-2 имели 1200 кубовый V-образный 4-тактный двигатель мощностью 24 лошадиных силы. ИШ-3 получил 750 кубовый двигатель и карданную передачу. Эти мотоциклы должны были заинтересовать в первую очередь Красную Армию. А вот ИШ-4 разрабатывался как народный, доступный и простой мотоцикл. 200 кубовый одноцилиндровый двухтактный двигатель, карданная передача, 4,5 лошадиные силы и компактные размеры. На ИШ-5 предполагали установить четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 400 кубических сантиметров, мощностью 8 лошадиных сил. А в качестве главной передачи использовали цепной привод. Был и еще один мотоцикл, ИШ-6. Но его судьба сложилась следующим образом. Мотоцикл был готов только на чертежах. Собрать метали прототип так и не смогли. Поскольку Ижевский завод в этот момент занимался совсем другими вещами. Там было не до мотоциклов. Конструктор Мажаров отправляется в Ленинград и там принимает участие в налаживании производства легкого мотоцикла L-300. В начале 30-х годов в руководстве страны созрели решение о начале масштабного производства мотоциклов. Петра Мажарова отправляют обратно в Ижевск, где ему предстояло налаживать производство мотоциклов на местном предприятии. Первая серийная модель получила название ИШ-7. Мотоцикл сейчас перед вами. Именно с него и началась масштабная история Ижевского мотоциклетного производства. Сборка стартовала в 1933 году, но тогда выпустили всего несколько мотоциклов. А уже в 1934 году собрали более сотни. С каждым годом уровень выпуска возрастал. Модель получала улучшения и избавлялась от детских болезней. В топовых комплектациях, как здесь, были предусмотрены даже зимние опции в виде лыж и валенок. Тогда эти допы устанавливались прямо на заводе. А дилеры не навязывали ничего лишнего, поскольку это было чревато неприятностями с НКВД. Ведь времена были суровые. Конструктивно Иж-7 являлся упрощенной модификацией ленинградского мотоцикла L300. А тот, в свою очередь, был копией немецкого ДКВ Luxus 300. В качестве силового агрегата выступал 300-кубовый бензиновый мотор мощностью всего 5,5 лошадиных сил. Трансмиссия представляла собой трехступенчатую коробку и цепной привод. Переключения передач осуществлялись вручную, длинным рычагом под правой рукой. В 1937 году производство мотоцикла составляло уже более 3000 штук в год. А розничная цена была на уровне 3360 рублей. В 1938 году на конвейере появляется новая модель ИШ-8. По сути, это была глубокая модернизация предшественника. 300-кубовый двухтатный двигатель получил петлевую продувку с двумя продувочными каналами. За счет чего мощность повысилась с 5,5 до 8 лошадиных сил. Изменилась и система электрооборудования. Вместо маховичного магнета мотоцикл стал оборудоваться генератором и аккумулятором. ИШ-8 оснастили амперметром и отдельным переключателем света. На первых экземплярах они располагались в специальном щитке над рулем. Затем амперметр переместился в корпус фары, а переключатель света на правую сторону рамы под бензобак. Основное внешнее отличие новой модели от своего предшественника заключалось в иной выпускной системе. Расширительная камера стала компактней, а выхлопная труба выходила из нее не вперед, а назад. Да и сам выпускной коллектор получил совершенно другую форму. Что касается трансмиссии и подвески, то там особых изменений не произошло. Заднее колесо по-прежнему не было подрессорено. Передняя вилка параллелограммного типа Получив довольно большой опыт реального производства, ижевские конструкторы задумались о более серьезной модернизации следующей модели. Началась работа по созданию ИШ-9. Новинка появилась в серии уже в 1940 году. В очередной раз переделали двигатель. Изначально планировали увеличить рабочий объем с 300 до 350 кубиков. Но потом от этой идеи отказались. Самым заметным новшеством стало появление двух выпускных окон и соответственно двух выхлопных труб. Да, именно ИШ-9 стал первым серийным ижевским мотоциклом с двойным выхлопом. Это позволило улучшить охлаждение цилиндров и головки блока, сделать работу двигателя более стабильной и увеличить мощность до 9 лошадиных сил. Была применена более прочная и надежная вилка переднего колеса. Существенно увеличили диаметр переднего тормозного барабана, что повысило эффективность тормозов. По многим показателям ИШ-9 не уступал иностранным мотоциклам того времени. Однако мировая мотопромышленность развивалась бурными темпами. И то, что вчера казалось современной идеей, через месяц устаревало. Последняя предвоенная модель получила название ИШ-12. Это был настоящий прорыв для своего времени. Мотоцикл получил массу технических новшеств. Впервые на серийных ижевских мотоциклах появилось ножное переключение передач. Появился мощный 350-кубовый бензиновый мотор, развивающий 14 лошадиных сил. Сам двигатель был четырехтактным. Привод ГРМ представлял собой блок шестеренок с толкателями, штангами и клапанами. Причем одноцилиндровый двигатель был верхнеклапанным, а система смазки с сухим картером. В течение 1940 года была выпущена первая пробная партия мотоциклов. Всего 49 штук. Серьезные инновации в конструкции требовали довольно длительной подготовки всех производственных процессов. Масштабное производство ИЖ-12 должно было стартовать летом 1941 года. Но из-за начала Великой Отечественной все производственные мощности были срочно переформатированы под нужды фронта. В итоге перспективная модель мотоцикла оказалась последней в предвоенной истории ижевского предприятия. На сегодняшний момент сохранилось всего два или три мотоцикла ИЖ-12. Что интересно, по ИЖ-12 минимальное количество информации, поскольку в архивах даже нет привычных книг по эксплуатации и обслуживанию этой модели. Хотя по ИЖ-7, 8 и 9 эта информация имеется. Сейчас этот красавчик стоит в музее техники Вадима Задорожного. Здесь я его и обнаружил. Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь вам было интересно. До новых встреч на просторах интернета.